От обвалившейся штукатурки в поликлинике номер два не осталось и следа. Стены покрасили, потрескавшуюся плитку заменили, а входную группу привели в порядок. По словам пациентов, теперь здесь стало уютнее. Заметно все преобразилось. Делали ремонт. Видно, что чистенько стало и светленько. Свежо стало, приятно. Мне очень нравится. Доктора очень хорошие, душевные. Оценить ремонт в поликлинике приехал глава химок Дмитрий Волошин. Впрочем, это не единственный повод для визита. Здесь установили компьютерный томограф. У нас сколько КТ в городе? Вот он второй. Два всего? Один в ЦРБ, да? Да. У нас очереди возросли только из-за того, что тот в красной зоне, он работает только на ковид. Мы исправлялись раньше. И этот аппарат сейчас, он серьезно разгрузит, он будет чистым амбулаторным. По словам главного врача областной больницы Владислава Мерзонова, аппарат позволит специалистам оперативно диагностировать состояние, например, костной ткани или легких. Пропускная способность его в среднем будет порядка 40 человек в сутки, но при необходимости мы сможем увеличить время работы. Тем самым, я думаю, то, что у нас все, кто нуждается и ожидает, они быстро получат исследование. КТ заработает после 18 июня и пополнит перечень других современных диагностических аппаратов поликлиники, таких как маммограф, флюрограф. Вскоре появится и новое рентгеноборудование. Произойдет это после капитального ремонта, который запланирован в поликлинике. Мы поликлинику ставим сейчас планово на капитальный ремонт. Это будет не ранее, чем, как я понимаю, в следующем году. Да, она станет? Скорее всего, да. На капитальный ремонт. А до этого, как в нее ходить? Это одна из самых популярных поликлиник в Химках. Мы все отремонтировали. Здесь почти 3000 квадратных метров лестницы, пролеты. То есть здесь нет ни трещин, ни сколов. Полностью привели поликлинику в порядок. Это какая-то временная мера. А через год будет капитальный ремонт, и тогда она уже будет полностью отремонтирована. Вместе с капитальным ремонтом и приобретением нового оборудования планируется увеличить и число узкопрофильных специалистов. Здесь появится гематолог, аллерголог, пульмонолог, ревматолог, сосудистый хирург. Поликлиника номер два станет полноценным консультативно-диагностическим центром.